Следственный комитет Мурома возбудил уголовное дело в отношении автомобилистки, сбившей насмерть ученицу 15-й школы на пешеходном переходе. Напомним, дорожно-транспортные происшествия, вызвавшие большой общественный резонанс, произошло во вторник днем на Владимирском шоссе. Со свидетелями этой страшной аварии встретилась Анастасия Белова. О страшной аварии, унесшей жизнь школьницы, сегодня напоминают живые цветы на газоне. По всей видимости, их принесли близкие или друзья погибшей. Буквально вчера группа десятиклассников возвращалась с урока физкультуры из парка 50-летия. От школы их отделяло оживленное шоссе и вот этот самый, ставший впоследствии роковым, пешеходный переход. Учеников 15-й школы сопровождал преподаватель с красным флажком. Подростки направлялись к переходу на Владимирском шоссе. Одна из девушек на какое-то мгновение опередила группу, рассказывают одноклассники. Я стоял прямо слева от нее. Ей надоело ждать тех, кто сзади шел. А учительница их подгоняла. И она такая, ну все, я пошла. Ну и пошла. Там слева гнала машина, прямо поближней к нам линии. И сшибла ее. При том, что там стояли еще две машины на дальней от нас линии. От полученных травм десятиклассница скончалась на месте до приезда скорой. За рулем кроссовера «Тойота», который избил девушку прямо на зебре, находилась 55-летняя жительница Мурома. Возбуждено уголовное дело по статье 264 части 3 УК РФ по факту ДТП, произошедшего вчера, в статье которой погибла ученица школы номер 15. Руководство школы происшествия не комментирует. Не удалось пообщаться и с педагогом, сопровождавшим школьников. По словам коллег, она находится в прединфарктном состоянии. В школе болезненно восприняли гибель девушки. За несколько дней до происшествия ей исполнилось 16 лет. Что же касается автомобилистки, то за нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть школьницы, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас следственные органы досконально изучают все обстоятельства трагедии. Анастасия Белова, Александр Барсуков, Новости Муром.